Глава восьмая книги пророка Даниила В третий год царствования Валтасара царя явилось мне, Даниилу, видение после того, которое явилось мне прежде. И видел я в видении, и когда видел, я был в Сузах, престольном городе в области Еламской, и видел я в видении, как бы я был у реки Улая. Поднял я глаза мои и увидел, вот один овен стоит у реки, у него два рога, и рога высокие, но один выше другого, и высший поднялся после. Видел я, как этот овен бодал к западу и к северу и к югу, и никакой зверь не мог устоять против него, и никто не мог спасти от него. Он делал, что хотел, и величался. Я внимательно смотрел на это, и вот с запада шел козел по лицу всей земли, не касаясь земли. У этого козла был видный рог между его глазами. Он пошел на того овна, имеющего рога, которого я видел, стоящим у реки, и бросился на него в сильной ярости своей. И я видел, как он, приблизившись к овну, рассверепел на него и поразил овна и сломил у него оба рога, и не достало силы у овна устоять против него, и он поверх его на землю и растоптал его, и не было никого, кто бы мог спасти овна от него. Тогда козел чрезвычайно возвеличился, но когда он усилился, то сломился большой рог, и на место его вышли четыре, обращенные на четыре ветра небесных. От одного из них вышел небольшой рог, который чрезвычайно разросся к югу и к востоку и к прекрасной стране, и вознесся до воинства небесного, и незринул на землю часть сего воинства и звезд, и попрал их. И даже вознесся на вождя воинства сего, и отнята была у него ежедневная жертва, и поруганно было место святыни его. И воинство предано вместе с ежедневной жертвою за нечестие, и он, повергая истину на землю, действовал и успевал. И услышал я одного святого, говорящего, и сказал этот святой кому-то вопрошавшему, «Насколько времени простирается это видение о ежедневной жертве и об опустошительном нечестии, когда святыня и воинство будут попираемы?» И сказал мне, «На две тысячи триста вечеров и утр, и тогда святилище очистится». И было, когда я, Даниил, увидел это видение и искал значение его, вот стал предо мною, как облик мужа. И услышал я от средины улая голос человеческий, который воззвал и сказал, «Гавриил, объясни ему это видение». И он подошел к тому месту, где я стоял, и когда он пришел, я ужаснулся и пал на лицо мое, и сказал он мне, «Знай, сын человеческий, что видение относится к концу времени». И когда он говорил со мною, я без чувств лежал лицом моим на земле, но он прикоснулся ко мне и поставил меня на место мое и сказал, «Вот я открываю тебе, что будет в последние дни гнева, ибо это относится к концу определенного времени. Овин, которого ты видел с двумя рогами, это цари Медийский и Персидский, а козел Косматы — царь Греции, а большой рог, который между глазами его, — это первый ее царь. Он сломился, и вместо него вышли другие четыре. Эти четыре царства восстанут из этого народа, но не с его силою. Под конец же царства их, когда отступники исполнят меру беззаконий своих, восстанет царь наглый и искусный в коварстве, и укрепится сила его, хотя и не его силою, и он будет производить удивительные опустошения, и успевать, и действовать, и губить сильных и народ святых. И при уме его, и коварство будет иметь успех в руке его, и сердцем своим он превознесется, и среди мира погубит многих, и против владыки владык восстанет, но будет сокрушен, не рукою. Видение же о вечере и утре, о котором сказано, истинно, но ты сокрой это видение, ибо оно относится к отдаленным временам. И я, Даниил, изнемог и болел несколько дней, потом встал и начал заниматься царскими делами. Я изумлен был видением Сим и не понимал его. Сим и не понимал его.